С 1 января в России вступили в силу несколько поправок и законов. К примеру, выплаты по уходу за ребенком продлят до трех лет. Оформить пособие можно при условии, если первый или второй ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. А доход на одного человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов. О других изменениях подробнее расскажет Анна Буянова. С Новым годом приходит не только новое счастье и возможность повесить в другой календарь на стене. С каждым 1 января в России вступают в силу новые законы. Изменения в этом году коснутся садоводов, сферы финансов, недвижимости и работающих новосибирцев. Одно из заметных нововведений 2020-го – увеличение суммы материнского капитала на 3%. Выплата за второго и последующего ребенка выросла до 466 тысяч рублей. Также с 1 января Банк России ограничил максимальный размер задолженности по кредитам. Правда, касается это только тех договоров, которые заключают с 1 января на срок до одного года. Теперь все начисленные проценты, пенни, штрафы и иные платежи по этим договорам, они могут превышать более чем в полтора раза сумму основного долга. Ну, например, если заемщик взял 20 тысяч рублей, то ни при каких условиях сумма задолженности может превысить 50 тысяч рублей. Также с 1 января можно избежать налога с продажи недвижимости. Минимальный срок владения единственным жильем сокращается с 5 до 3 лет. Нововведение распространяется и на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными постройками. Законодатель сейчас ввел новую норму, в соответствии с которой единственное жилье, единственное недвижимое имущество, тоже на него распространяется трехлетний срок владения. Если в одних случаях получится сэкономить, то в других – нет. Мобильная связь в этом году подорожает. По оценкам экспертов, на 17-18%. Операторы теперь вынуждены потратиться, чтобы не нарушать нормы законов о суверенном интернете и нашумевшего пакета яровой. Рост тарифов будет неравномерным. А с увеличением ставок на акцизы с начала года повысятся и цены на горячительные напитки. Потратиться в этом году придется и садоводам. Введен налог на использование подземных вод. Речь о скважинах, которые находятся в коллективном пользовании всех членов садоводства. Они подлежат лицензированию учета потребляемой воды и, соответственно, должны облагаться налогом. Нововведение не касается колодцев, которые используются для обслуживания только своего участка. Еще одно новшество. Копию трудовой книжки больше не нужно будет просить у работодателя. Это еще одно изменение, которое перенесет данные в онлайн. На этот раз вся актуальная информация о трудовой деятельности будет храниться на серверах пенсионного фонда. В ведомстве уверяют – отказ от традиционных бумажных носителей несет только плюсы. Работник видит сразу все записи, которые есть у него о трудовой деятельности. Это невозможность потерять эти записи. То есть они надежно хранятся. Эта информация будет храниться в системе персонифицированного учета, то есть пенсионный фонд – хранитель этой информации. И трудовая книжка уже не может потеряться, и не нужно ничего восстанавливать. Изменения есть и в автомобильной сфере. С 1 января регистрировать новые машины начали сами дилеры. Если раньше у покупателя автомобиля было 10 суток, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД, то уже сейчас транспортные средства будут выезжать с госномерами прямо из салона. Анна Буянова, Владимир Киселев, Денис Савинский и Олег Королевец. Новосибирские новости. Новосибирские новости.